Да, она на месте. Хорошо, мы приветствуем Байбу, интересуемся, готов ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе наперед, сеанс. Она доверит. Хорошо, что там ты говорила, какой туман у нее в ногах? Да, она сама вся как в тумане, но в ногах немного отличается цвет тумана, вокруг нее как кольцо. Включаем внутренний белосвет Байби, 1, 2, 3, и весь этот туман выходит из ее биополя, 1, 2, 3, до последней частички выходит, формируется в шар и отправляется в клетку-тюрьму. Если это разные воздействия, разные клетки. Это разные воздействия. Хорошо. Туман отдельно, вот это как кольцо, внизу другое, другим цветом ярче было, оно неупокойная душа. Значит, туман у нас неупокойная душа, а второй шар у нас пока неизвестно, да? Это гуманоида. Хорошо, выстраивай канал от шара к гуманоиду, 1, 2, 3, и притягивай гуманоида в клетку-тюрьму, стоит в клетке-тюрьме. Он говорит, кто здесь, где я. Ты пришел. Кто посмел. Кто посмел, ты сказал? Я посмел. Верни меня назад. Гуманоид получает удар, 500 тысяч герц. Удар. Достаю шар, живой плазмы. Готов гуманоид? Его резко выдернули откуда-то. Мне все равно, откуда тебя выдернули. Ты туда уже не вернешься больше. Что ты здесь делаешь, паразит? Что я всегда напал в нападение. Ну, хорошо, отлично. Теперь я на тебя буду нападать. Хорошо, я даю команду скэнеру, значит, 3 скэнера сканируют пространство над головой байбы, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел байбы, находит все. Ну, он ей в позвоночник, чипы как гвозди вставил в разных местах, он строит установку, а туман вот этот, глаза ей как разъедал. Когда произошла подключка? Два дня. Два дня назад произошла подключка? Два и больше, между двух и трех. Два-три дня. Потихоньку вдувал туман. Где ты в нее вошел? Он увидел ее энергии, яркие, лучистые. Меркабу видел? Видел он Меркабу, но вы делаете это снаружи, а нужно выставлять защиты изнутри, чтобы они были непробиваемые. Тогда мы видим, что вы понимаете, что вы делаете. А просто Меркабой закрыться и сказать какие-то слова, они имеют, может быть, для кого-то значение, но не для нас. Я вижу беззащитность. Внутри нет у нее глубокого намерения и понимания, что она делает. Она делает все по инерции, без души, оголила энергии, но внутреннего понимания нет, силы нет внутренней, а желающих много. Хорошо, я тебя услышал. Так, даю команду. Итак, у нас мы каналы выстроили, Вера. Есть еще кто-то, кроме неупокойной души и гуманоида? У нас есть канал от шара к гуманоиду, от нее дай еще раз команду, больше никого нет. Яду команду тонкой копии Байбы спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подцеленцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низко аббрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, сущности, каждый подходит к своему каналу. Яду командой тонкой копии произнести отчуждение всей чужеродной патогенной низко аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслифон. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к байбе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю прямой канал от байбы к этому шару и дальше к гуманоиду. И реверсом ады все негативное, патогенное, низкое, аббрационное, что байба получила от гуманоида и его подключика. Пошел процесс. Даю команду скэнеру. Скэнер сканирует байбу, отключает полностью эту конструкцию до последнего чипа датчика, импланта, конвектора и выводит из ее биоробота, отправляет в клетку тюрьму. Пошел процесс. Но они вышли несколько как гвозди. Хорошо, отправляю это все в клетку тюрьму, выстраиваю еще канал прямой к конструкции гуманоида и реверсом байба дает в него весь негатив, который она получила от этой конструкции. Пошел мощный поток назад. Возвращается? Да, мне просто информация идет другая, готова. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса байба забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно пошла. Энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли возвращает байба себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Идет радость, идет слово свобода. Она себя свободно не чувствует. Готово. Отлично. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. На чистая. Помогаемой энергией. На счет ряд стегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам. На счет три, один, два, три. Удар. Отлетает канал. Открывая портал в галактической ядре, канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, вырастарея. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Я тебя приветствую. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид зашел. За три дня уже полконструкции установил. Его заберем и на проверку. Хорошо. Все уничтожить или заберешь тоже? Уничтожить. Под конструкцией и шаром гуманоида открывается воронка в галактическое ядро. И это все уходит на переработку. Закрывая, печатая, вырастарея. Готово. Забрали? Да, забрали. Хорошо. Обращаясь к неупокойной душе, неупокойная душа, представься, как к тебе обращаться? Лейла. Хорошо, Лейла. Как давно ты находишься в этом человеке? Несколько часов. Хорошо. Ты когда закончила свой земной путь? Она показывает, как она летела, спешила. Чтобы успеть на чистку. Пробивает купол. Над квартирой входит в небо, чтобы выйти. Понятно. Это для нее не опасно был купол? Там он высокогерцовый? Нет, он не опасен. Для нее. Для нее нет. Она вообще говорит, что очень удивительно, что я одна. Многие души ищут порталы, чтобы выйти. Не могу ничего сказать. Я знаю, что неупокойные души получают информацию, что такая возможность существует. И приходят заранее до сеанса к человеку. И мы их отпускаем на их чистоту. Хорошо. Лейла, расскажи еще немного о себе. В каком возрасте закончился твой путь и когда ты жила? Чем ты занималась? Почему ушла? 47 лет. Не было еще 48, она умерла. Угу. Болезнь? Да, все банально. Рак. Понятно. Ушла она в 1991 году. Это уже 31 год. А почему так долго, Лейла? Почему сразу не ушла? Хотела посмотреть? Перед моей смертью мы женили сына. Да. Потому что знали, что мне осталось 3-4 месяца. Мне очень хотелось посмотреть и дождаться внука. На кого они будут похожи. И на кого? Это уже не важно. Абсолютно верно. Меня двое внуков. Хорошо, Лейла. И ты поняла на определенном этапе, что пора уходить? Дальше идти? Конечно, я и так задержалась. Хорошо, Лейла. Не будем тебя задерживать. Ты хочешь, чтобы мы тебе открыли светлый портал в Чистилище? Пожалуйста. Хорошо. На 4 открывается светлый портал в Чистилище. 1, 2, 3. И Лейла уходит в этот портал. Мы желаем ей всего наилучшего в новой жизни. Ее кураторы, ее друзья, все, кто ее знал и любил, встречают ее там. Встречают. В таком бирюзовом платье она была в нем на свадьбе у сына. Встречают, да. И она повернулась благодарит. Во благо. Всего наилучшего. И закрывай, опечатывай, растворяя портал. Готово. Хорошо, давай заправим байбу энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частая вибрация. Подожди. Да. Проверь еще частоты. Магия, да? Хорошо. Да. И я даю команду. Переходим на частоту магическое воздействие. 1, 2, 3. Если магическое воздействие было или присутствует, оно проявляется. Ну вот нет у нее магического воздействия, но у нее, она показывает, они прозрачные, но она вперед руки вытягивает, как связана она. Как связана она. Руки и ноги. Но магия, на магии не выходит ничего. Хорошо. Не идет информация, что это ее брак. Брак с мужем. То есть она завязала сама эти отношения. Сама себе руки связала этими взаимоотношениями, ты хочешь сказать? Ну, это как... Или это братские, узы просто. Да. Семейные узы. Но это же не является магией. Нет. Хорошо. Нет, но мы не знаем, что с другой стороны. По-моему, же не идет информация. Информация закрыта. Информация закрыта, потому что никто нас не просил его чистить. Хорошо. Значит, магического воздействия нет. Отключаемся от этой ситуации. Хорошо. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частая абрация. 320 и 25. Значит, ремакушку голубой байбы начинает поступать 7. Высоко вибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. У нас в комнате мужчина. Ее куратор. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые. В данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора байбы. Представьте, пожалуйста. Он просит закончить ее закачку. И он хочет объяснить ей немного про энергии внутри нее. Хорошо. Давайте дождемся окончания. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Мы готовы. Уважаемый куратор. Назовите меня Эриксон или коротко Эрик. Эрик. Я бы хотел воспользоваться такой возможностью и объяснить своей подопечной, как правильно использовать свои энергии. Так как она слышит только половину. То, что она оказалась в этой комнате диагностики, это прекрасно. Но это только половина того, куда я направляю и показываю информацию, которую я выдаю. Внутри тебя твои энергии. Кроме того, ты закачиваешь энергии по чакрам. Это дает тебе силу, знание и развитие твоей души. Ты обязательно должна пользоваться этими энергиями изнутри, расширяя их и сделая защиту. Читая манифест, ты должна подключать внутренние энергии, научиться чувствовать их, представлять свои чакры. Ты же, как сказал гуманоид, просто выставляешь и читаешь, не понимая силы этих вещей. Ключи, пожалуйста, воображение, визуализацию. И обратись вглубь себя, чтобы увидеть себя снаружи. Это может быть немного непонятно, но это именно так. Чтобы увидеть себя снаружи, ты должна зайти внутрь, в свой стержень, в глубину, в медитативном состоянии. И ты увидишь себя с стороны. Ты увидишь свой стержень си чакры энергии. После этого твое сознание поменяется. Меркаба и твоя защита для тебя будет иметь совершенно другое значение. Ты поймешь, как работают и защищают энергии. Это и есть твоя свобода. Знать свои энергии вокруг себя и уметь руководить ими. Благодарю вас за то, что вы выслушали и дали мне этот шанс общения. Благодарю моему вас, уважаемый Эрик, на этом месте. Единственное, о чем вы еще не знаете, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждый куратор, каждый учитель, который к нам сюда приходит, получает всегда один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Эрика, будет ли он так любезен взять этот скромный подарок на добрые воспоминания. Я благодарю вас, я очень смущен. Я лишь хотел помочь своей подопечной и не мечтал даже о подарках. Благодарю вас, я очень рада. Одно другое не исключает, уважаемый Эрик. Я говорю, до скорых встреч, мы не прощаемся никогда. Возможно, еще увидимся, если Байба на определенном этапе захочет задать вам вопросы по своему развитию. Благодарю. Благодарю я вас, всем наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Байба, сейчас приходил ваш куратор Эрик. Вы поняли все, что он вам передал? Он сказал очень интересные слова, я буду думать, как это сделать. Хорошо, отлично. А сейчас мы будем возвращать вас назад, в вашу систему Биоробот Душа. Так что никакой магии на вас нет, не накручивайте себя сами. Все, что было, мы уже давно убрали. Нападение гуманоида произошло, потому что он не видел опасности. Вы не умеете своими защитами пользоваться. И как вы уже поняли, куратор объяснил, как это делать правильно. Все идет изнутри. Все наши намерения, слова надо вникать, а не делать их машинально. Вы не читаете заклятие какое-то, вы объявляете о своей свободах. Поэтому обратите на это внимание. Хорошо. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Байбы в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделенке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел по диагностям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok